Вы сейчас видите, это макеты и рисунки нового жилого массива для рабочих заводов «Хроматрон». В недалеком будущем он вырастет на пересечении автомобильной кольцевой дороги и Щелковского шоссе. Это будет благоустроенный микрорайон с магазинами, детскими садами, школами, спортивными комплексами, кафе и кинотеатром. Строительство его начнется в 1977 году, и уже в 1980 сюда въедут первые новоселы. А пока многих рабочих завода вы можете найти по адресу Байкальская улица, где они живут вместе с семьями в домах, принадлежащих «Хроматрону». В гостях у одной из них вместе со съемочной группой я и побывала на днях. Знакомьтесь, Николай Федорович Неумывакин, его жена Галина Николаевна и сын Виталий. Живут они в благоустроенной трехкомнатной квартире. Сразу, на что невольно обращаешь внимание, когда входишь к ним в дом, это чеканные работы, развешанные во всех комнатах. Хобби и давняя страсть Николая Федоровича. Ну, а младший Неумывакин предпочитает выжигание по дереву. Однако с недавних времен все свободное время они отдают автоделу. Несколько месяцев назад семья приобрела автомобиль «Москвич». К хозяину дома я обратилась лишь с одним вопросом. Николай Федорович, Вы уже около 10 лет работаете на заводе «Хроматрон». И Вы, наверное, уже имеете полное право ответить на вопрос, который я сейчас Вам задам. Вот какую роль, на Ваш взгляд, играет завод в Вашей жизни лично и в жизни Вашей семьи? В жизни нашей семьи завод «Хроматрон» сыграл огромную роль. На завод «Хроматрон» я пришел в мае 1969 года в должности инженера по оборудованию. За этот короткий срок я, значит, прошел несколько должностей. В настоящее время я работаю инженером-механиком. Чтобы работать инженером-механиком и использовать то оборудование, которое у нас есть, мне пришлось, помимо того, еще окончить курсы, еще и школу радиоэлектроники, которая тоже мне очень хорошо помогла в жизни. Ну и, соответственно, значит, в связи с продвижением по должностям у меня рос и оклад. У меня был оклад 110 рублей, в настоящее время, значит, у меня 165 рублей оклад. И плюс, значит, соответственно, премиальная, ну, прогрессивка, будем говорить. Вот. В среднем мне получается 250 рублей в месяц. Я очень доволен тем, что я работаю на заводе «Хроматрон», который мне очень много дам в жизни, как мне, так и моей семье. У нас есть хороший пионерлагерь «Журавленок», где наши дети могут отдыхать. Кроме того, у нас очень много путевок в дома отдыха, в санатории, где наши могут, работники завода, отдыхать. Да, ну, в этом году наш Виталик поехал от моего предприятия в «Звездочку». Он прекрасно отдохнул, дал возможность отдохнуть немножко и маме, и папе. Я в этом году ездила в Питсунду. Пансионат? Пансионат Питсунда. Очень прекрасно отдохнула. Это все дается нашим предприятиям. Отдохнула я чудесно. Ну, мы собираемся, что наш папа и Виталик поедут еще на юг и продолжат отдых, потому что он еще не был в отпуске. И они тоже прекрасно отдохнут, покупаются в Черном море, в хорошей воде. Такие понятия, как работа, учеба, отдых, стали привычными и естественными для всех нас, какой работой мы не занимались бы. И на примере даже одной этой семьи, с которой я вас сегодня познакомила, со всей очевидностью проявляются слова, ставшие программой нашего государства. Все во имя человека, все для блага человека. Субтитры создавал DimaTorzok